Слово иммунитет настолько у всех на слуху и в нашем сознании, что мы не задумываясь произносим слабый или хороший иммунитет. Что же это такое? Это способность организма противостоять вредным воздействиям внешней и внутренней среды. Человек рождается уже с иммунитета. И далее в течение жизни развивается адаптивный иммунитет, который формируется под воздействием нашего с вами контакта с различными антигенами, которые нас окружают. То есть это инфекции, которые мы переносим. И в общем-то, может быть это парадокс, но тем не менее, когда человек болеет, это хорошо для иммунитета. Он его тренирует, он его формирует и создает. Укрепить иммунитет. Именно под таким девизом начинаются многие рекламные кампании лекарств и витаминов. Но именно такое понятие – первый миф об иммунитете. Его укреплять не надо, говорят эксперты, так как он практически всегда нормальный. Можно создать иммунитет против ряда конкретных болезней. Этим занимается вакцинация. Вакцинация – это самый эффективный способ создания адаптивного иммунитета и защиты организма от инфекций. Между прочим, от инфекций, которые практически не лечатся обычными терапевтическими способами. Смотрите, столбняк вылечить практически невозможно. Бешенство, дифтерия. Их вылечить гораздо труднее, чем предупредить. Во-вторых, можно совершать правильные действия, направленные на формирование и нормальное функционирование иммунной системы. Мне больше нравится слово «сохранить иммунитет». Это правильно. Самое главное – ему не вредить. Ему не вредить. А навредить ему можно различными путями. То есть мы можем здесь говорить о различных иммунотропных факторах. Факторах, которые могут этот иммунитет ослаблять каким-то образом. Ну, например, если мы возьмем детей, то это плохое питание. То есть элементарный фактор. Элементарные дефициты, которые могут у детей развиваться. Дефицит железа, дефицит витамина D, дефицит белка и так далее. Первичный иммунодефицит. Страшный диагноз, означающий, что ребенок родился без естественной защиты. То, что для обычных людей является окружающим миром, для него – источник ежеминутной опасности. Врожденное генетическое заболевание приводит к развитию тяжелых хронических инфекций и воспалительному поражению органов. Таких пациентов, к счастью, очень мало, но они есть. Это тяжелейшее состояние, при которых организм ребенка оказывается фактически беззащитным перед инфекцией. И вот эти дети, их, во-первых, нужно еще выявить, поставить правильный диагноз, а потом они нуждаются практически в пожизненной заместительной терапии или в трансплантации костного мозга. Для взрослых факторами риска для иммунной системы являются стрессы, различные токсические воздействия, нерациональное питание и дефицит витаминов. Помощниками станут полноценное здоровое питание, отказ от диет, особенно в весеннее время, когда организм испытывает авитаминоз.